Под удар стихии одним из первых может попасть и барнаульский микрорайон Затон. Готовность к паводку там сегодня проверил лично глава региона Александр Карлин. Есть ли замечания, расскажет Антон Скаль. Затон – самый паводкоопасный район Барнаула. Последние 10 лет не было ни года, чтобы вода не заходила в дома местных жителей. Самым страшным стал 2014-й, тогда затопило 80% поселка. После этого власти региона даже приняли указ. В Затоне строить что-либо нельзя. Остаются только местные, которые переезжать не желают. Сейчас здесь их около 3000 человек. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два месяца они вновь могут столкнуться с большой водой. Районные власти принимают предупредительные меры. На сегодняшний день 1043 адреса у нас здесь на территории микрорайона. Мы посетили все адреса, зашли во все двери. Не все открыли, порядка 130. Мы будем продолжать работу. То есть составлена на каждом домовладении учетная карта, где мы фактически отражаем количество проживающих людей. Жителям раздают информационные памятки, в которых указаны правила поведения при паводке и адреса зоны эвакуации. Более того, глава региона Александр Карлин лично проконтролировал техническую оснащенность и готовность силы МЧС в микрорайоне. Вот она, пока еще сверкающая на солнце спецтехника. Помпы для откачки воды, лодки, беспилотные летательные аппараты и многое другое. Как говорят представители МЧС, все проверено. Даже при самом худшем раскладе для Затона этого хватит. Впрочем, если что, есть резерв. Мы сегодня еще раз прошли по программе наших действий, еще раз уточнили, как должны работать все составляющие региональной подсистемы предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий. Считаю, что готовность стопроцентная. Всего по краю в этом году, помимо Затона, в зону подтопления могут попасть еще 203 населенных пункта. Как отметил глава региона Александр Карлин, стопроцентная готовность к паводку должна быть в каждом. И это он проверит лично. Антон Скаль, Роман Хайрулин. Новости. Роман Хайрулин. Новости.